Итак, ребята, мы с вами работаем сейчас в рамках сайта SPB, курсы по Django 2. Значит, в данном случае я пошел следующим путем. То есть мы остановились, что рассматривали в прошлом комплексно модель. И потом я подумал, ну что, это уже бусолить. То есть мы, конечно, будем дальше рассматривать. Мы создали файл модель S1. При этом, ребят, я предупредил вас в уроке и сейчас предупреждаю. То есть в практику модель S1 брать не нужно. Это мы делаем в учебных целях, чтобы не путать наш материал. И вторым моментом я показываю, что Django не привязан к никаким названиям, что можете делать все, что угодно. Мы с вами пошли таким вот путем. Начали рассматривать все виды моделей. В том, что, допустим, в проектах, во всех уже более новых проектах, ну такой как Kotlin, я уже в полную силу использую абстрактные модели. Это использует уже и мировое сообщество. То есть накапливается опыт. Вот мы с вами пошли с рассмотрения вообще моделей Django. Нам надо рассмотреть абстрактная модель, мультимодель, мультитейбл и прокси модель. Сегодня вот аж целых 13 уроков. Пока я еще не сконвертировал курс, но целых 13 уроков. Мы, значит, работали с абстрактной моделью. Смысл какой? Смысл следующий. Ну, допустим, у вас есть приложение, блок. Блок, магазин, абсолютно все. Если вы хорошо сядете и подумаете, то есть подумаете, какие вообще поля вам нужны. И их вобьете в абстрактную модель. Абстрактную модель Django не создает. А вот модели, которые наследуются от абстрактной модели, мы с вами это проделали, они создаются. И создаются с теми полями, которые есть в абстрактной модели. Значит, чем это удобно? По сути дела, хорошо продумав абстрактную модель, мы потом можем крепать модели на любые случаи жизни для проекта. Мало кода. Хороший, понятный доступ из любого места к любой модели. Потому что мы, если вы увидите, то тут создавали еще и Related Name, то есть для доступа к модели, к полям. Который будет автоматом создаваться везде. По сути дела, это уже программирование, как бы более высокого уровня, более продвинутое. Можно делать более сложные вещи. Конечно, можно писать и как ранее мы рассматривали везде. Новая модель. Но это не очень удобно, по сути дела. То есть, это, конечно, хороший вариант для новичка, но когда мы начинаем более продвигаться, мы понимаем, что этот вариант не идет. Он громоздкий. Куча этих всех вещей. В общем, неудобно. В данной же модели, в данной же модели абстрактной, мы легко получаем доступ к любым данным. Можем ее сколь угодно расширять до бесконечности. И при этом у нас есть сразу связь с пользователем, мы установили. То есть, если посмотреть, то в данном случае это была просто модель текст. Но, тем не менее, вот мы выборку по пользователям и основные поля у нас появились. Что-то я хотел сказать, ребята. И вот вылетел из головы и все. А, основные поля появились, да? Нам сразу удобно и понятно будет выбирать записи определенного пользователя, выбирать определенных пользователей. То есть, это все классно. С этих моделей очень удобно делать такие вещи, как... Сейчас скажу. Вспомнил. Форм-сеты. То есть, форум, когда много форум. И, допустим, если мы посмотрим более, немного, чуть-чуть сложные вещи. Это такие, как... Создание курсов, да? То есть, где идет куча разных выборок. Это уже реальный сайт. То, конечно же, допустим, мне, пока я не разобрался с абстрактной моделью, мне совсем не было понятно, как писать запутанные такие вещи какие-то, да? А, когда, в принципе, разобрался с абстрактными моделями, то все стало дело веселей. Здесь у нас были там некоторые вещи. Работали мы с базой МСКЛ. Как я сказал, все уроки по работе с МСКЛ есть. Проверили наши поля. В общем, ребят, все получится. Опыт накапливается. Это все здорово. Пойдем потиху дальше. Я стараюсь делать... Ну, в общем, скажу честно так. Стараюсь делать для новичка. Но, конечно, так как я написал уже два курса, там по много уроков. Поэтому я надеюсь, что ребята со школы обязательно посмотрят, как я рекомендую, и курсы те же по джанго 1.7. А потом на двойку их попробуют перевести на двойку. Потому что вроде как стараюсь очень просто делать. У меня вообще обучение самое простое. Но все-таки вот я сегодня думал, надо будет отделать отдельный урок. Потому что, думаю, может быть сложновато. Хотя, очень все подробно рассказываю. В общем, все получится, ребят. Не переживайте. Кто первый раз начал с этого видео, получить доступ просто. Что непонятно, спросим в группе Google. Кстати, сайт spb-retout.ru Далее у вас будет... Получаем логин и пароль. Пожизненно начинаем заниматься. Шаг за шагом вы должны понимать. Неважно, какую версию джанго. Просто два новая. Мне, допустим, нравится мне по душе 1.8. Хотя я и люблю работать с 1.11. Но время идет. Мы работаем сейчас с джанго 2. Тем не менее, я нашел тут некоторые изменения. Я вам о них рассказал. И какой бы вы версии ни работали, все равно специфика и принцип один и тот же. Поэтому заниматься можно и нужно по любым урокам. Просто ранние уроки, они очень простые. А потом уже переходить уже дальше к джанго 2. А можно смотреть совместно эти уроки. Ну, в общем, писать будете. Не вы первый, не вы последний уже. Я не скажу, что тысячи, на сотни людей начали писать по моим урокам. Спасибо. Успехов. Успехов.